Всем привет, друзья! Я рад вас приветствовать на самом оригинальном шоу под названием «Перезагрузка». В этом шоу я буду брать карты, которые уже когда-то давным-давно проходил, и буду по-новому смотреть на них. Но начнём мы с карты, которая запомнилась мне больше всего. Чё за фигня? Угадайте, кто застрял? По-моему, это карты просто с сплошными багами. Серьёзно, я не помню, сколько лет назад я проходил эту карту, но постараюсь найти хотя бы какой-нибудь скрин с датой. Я думаю, это было года два назад точно. Ну и вы понимаете, что за это время я совершенно всё забыл, и как сбегаясь с этой карты, тоже. Поэтому можно будет считать, что я прохожу её вообще в первый раз. Карта очень насыщена всякими цветочками, всякими кактусами, или что это вообще такое. Просто минимум пространства, и, слава богу, здесь нет металлоискателей, потому что у нас есть очень много заточек, и мы будем дружиться, наверное... Смотрите, это совпадение или нет, но меня уважают все, кроме Шурыгина, и... Хм... Что же с ней не так? Кстати, а как насчёт сбежать с этой карты бунтом? Потому что бунта у нас уже давным-давно не было. Открываются двери с фиолетовым ключом, и мы должны найти дверь с белым ключом, чтобы узнать вообще по поводу этого побега. В самом низу карты у нас всякие технические помещения, типа металлшопа и футшопа. И дверь с красным ключом, который, возможно, мне потребуется для побега. А двери с белым ключом у нас пока что нету. Ну всё, красный ключик, мы теперь точно знаем то, что он нам потребуется. Мы уже взяли гнилого в банду, потому что он работает на кухне, а нам эта работа капец как нужна. Люблю, когда с самого начала меня все зэки уважают, и получается уже завтра я смогу устроиться на работу. То есть устроюсь я сегодня, а завтра я уже получу свои первые деньги, и у меня откуда-то очень-очень и очень много усталости. Для работы на кухне мне потребуется совсем немного интеллекта. Интеллекта 50-60, так что ещё буквально пару часиков поставим у библиотеки, у компьютера. Покачаем интеллект багом, а дальше отправимся на обыске камер заключённых, и будем думать, как же мы отсюда будем сбегать. Ребята, мы совсем забыли, здесь же мы сможем использовать баг, и багом забрать красный ключик. Это прям нереально круто, потому что мне не придётся искать тальк зажигалки, чтобы его достать. Ну, вернее, чтобы сделать слепок. Так что мы берём мою банду и ищем четвёртого офицера, который у нас где-то пока что прячется. Неужели я что-то сам напутал и забыл добавить сюда четвёртого офицера? То есть забыл его переименовать, потому что его на карте пока что просто нету. Есть хряк, есть диппер, а четвёртого офицера нету. Я даже не помню, как я его обозвал. Вообще не понимаю, что происходит, и походу я этого офицера реально пропустил. Так что давайте мы загрем банду и попробуем избить одного из офицеров. Ребят, я походу серьёзно... А, вот он, Лунтик, блин, как же ты не вовремя здесь появился. Прям тогда, когда избили мою банду, мы его всё-таки нашли. Теперь рисковать и выходить с тренировки вообще очень опасно, потому что у меня и так 83% подозреваемость. И хорошо, мы теперь знаем, что четвёртый офицер у нас Лунтик, и мы знаем, что он, ну, очень стесняется показываться на глаза и всегда где-то просто прячется. Чё за прикол, ребят, уже вечер первого дня, а я до сих пор так и второй раз не увидел Лунтика. То есть мы видели его один раз во время тренировки, и тогда я немножко был не в форме. И всё, ребят, теперь я вот вижу его ещё один раз, но, конечно же, у меня в такое время банды почти нету, но вот банда из двоих, ребят, у меня каким-то чудом оказывается. И он в это время с... Ребят, замечательно. Просто замечательно, я его, конечно, попробую отвлечь, но... Серьёзно, что ли? Зато мы узнали, где находится список работ, и все вакансии пустые. И мы, конечно, устраиваемся на корпусный цех, и у меня даже хватает интеллекта. Это, ребят, полнейшая жесть просто. И как так получилось, что этот офицер вышел за весь день всего лишь два грёбных раза? Мне нужен красный ключик, а как я его смогу добыть, если он вообще не выходит? То есть, если я даже найду себе кружку горячего шоколада, мне придётся всё равно его как-то вылавлить, потому что два раза за весь день это очень мало. Теперь уже ребята ко мне относятся немножко хуже, потому что прошёл уже целый день, и мне с ними заново придётся дружиться. Я уже нашёл тальк, зажигалку, и у меня достаточно интеллекта для того, чтобы самому сделать слепок этого ключа. И по ходу бага мы пользоваться на этой карте не будем, всё-таки поступим как нормальные настоящие зэки и скрафтим слепок этого ключа. Я просто в шоке, вот идёт мой офицер, и господи, господи, неужели это произошло? У него как раз мало хп, и мы его избиваем, быть этого не может, но у меня с собой нету талька. Ребят, вы пока там деритесь, я сгоняю к себе в камеру, заберу тальк, заберу зубную пасту, скрафчу быстро себе замазку, и господи, наконец-то это произошло. Я просто даже сам в это не верю. Крафтим заготовку ключа, отдаём обязательно ключ назад, и как же я не хочу сейчас полиции просрать всё это, этого грёбанного офицера. Я уже искал целых два дня, и вот большущая претензия к создателю карты, зачем размещать металлоискатель так близко к проходу, просто-напросто, потому что я сейчас случайно зашёл на этот металлоискатель и спалился. То есть после выполнения работы, когда у меня будет дофигища денег, я выйду, и меня убьют грёбаные снайпера, потому что, ну серьёзно, ребят, зачем так близко это делать надо было? Опять палимся, выполняем свою работу, у нас 79 баксов, мы выходим, моментально просто вздыхаем и теряем целых 9 баксов, йоу! Кстати, 9 или 8, ладно, это имеет небольшое значение, мы уже сейчас воруем файл, воруем гривень, ну и всё почти, ё-моё, сколько интеллекта? Три интеллекта не хватает мне для того, чтобы скрафтить этот ключик, и как только мы его скрафтим, мы ещё поищем файлик, ещё найдём клейкую ленту, скрафтим кусачки и уже тогда отправимся не знаю куда, потому что плана побега у меня всё ещё нету. Конечно, будет очень забавно, если в итоге мне красный ключик для побега не потребуется, я так долго его искал, пока что мне привлекает только одна лестница наверх и тайник заключённого. Скорее, с этого мне и надо было начать, и уже за один день я бы мог оказаться либо вентиляцией, либо уже на крыше этой тюрьмы. Не будем терять время и начнём ломать эту стенку прямо во время ужина, когда буквально в блоке от нас стоят целых три офицера, и они прямо жаждут, чтобы меня убить. Ну и теперь мне остаётся только найти журнал, клейкую ленту, чтобы скрафтить посар и закрыть отверстие в этой стене. Это всё будет, наверное, уже в следующем дне, а пока что мы просто-напросто отправляемся искать эти предметы, потому что ни клейкая лента, ни журнала у меня до сих пор нету. Итак, во-первых, у нас записка о создании, спасибо большущий, а во-вторых, я оказываюсь на крыше, и у меня нету возможности вернуться назад. Это, блин, чё за фигня, вот этого я точно не помню. То есть мы оказываемся на крыше, там я точно видел навесную переправу, то есть мне нужен крюк для навесной переправы, он крафтится из одного дерева, и проводка этих предметов у меня тоже нету. И, блин, чё за подстава? По-моему, я вообще, кстати, застрял. Так что давайте это мы проверим ещё раз, конечно, мы жертвуем своими денежками, но, да, я вообще там застреваю, и вот это вот сейчас всё дело я проворачивал зря. Ладненько, походу мне придётся сбегать через вентиляцию, прямо в нашей камере есть какая-то удивительная лестница наверх. Не знаю, я теперь создателю карты совершенно не доверяю, возможно, она тоже будет с грёбным багом. Я совершил небольшую ошибку, я сломал решётку до того, как скрафтил себе ложную, так что мы сейчас быстренько крафтим по пьемаше, обыскиваем столько адвоката и достаём ещё одну туалетную бумагу. Не хочу идти на обед, я бы лучше проверил, есть ли баг здесь, то есть, возможно, создатель карты настолько глуп, что вообще нам заблокировал доступ на крышу. Мы ломаем эту решётку, кусачки мы 100% оставляем здесь, и мне выпадает ложность и новый блок. Отлично просто, и на крыше у нас вроде бы всё хорошо. Я даже не застрял в текстурках. Чё за фигня, угадайте, кто застрял? По-моему, эта карта просто сплошными багами. Я не помню, чтобы такое было на этой карте раньше. В самом начале ролика я сказал, что эта карта, она вообще для меня самая красивая. И почему на ней столько багов? Что за фигня? Мне теперь придётся перезапускать день, и... Блин, чё за бред? По-вашему, это смешно? Я опять попал в этот капкан, и какой фига? Блин, у меня дико бомбит от этой карты, я уже пожалел то, что я стал перепроходить её. Придётся опять заодно начинать этот день, и ё-моё, что за фигня с этой картой? Ну и почему бы нам прям с самого утра не прокатиться на навесной переправе? И берём свои кусачки, хотя они нам не потребуются. Я хочу просто посмотреть, что мне там ещё потребуется для нашего с вами побега. Ага. Что это такое, и... Так, походу, мне просто потребуется верёвка из процени. Давайте её возьмём и вернёмся сюда ещё разок. Вот чего я точно сейчас не хотел видеть, так это этой надписи. Этим предметом можно только спускаться, а значит, для побега мне потребуется абордажный крюк. И по-моему, в последнее время мы его ну очень часто крафтим. Блин, зачем это же лёгкая карта с очень добрыми зэками, зачем тут такие сложные предметы? Ладно, так и быть, мне придётся провести ещё целый день в этой тюрьме, и возможно, даже ещё не один. Потому что мы юзаем абордажный крюк, юзаем ещё раз навесную переправу, и оказываемся уже не пойми где. Потому что я не отметился на перекличке, хотя я там отметился, какого фига сейчас происходит. Так, теперь меня хотя бы не палят, и мы оказываемся прямиком у генератора. Отключаем генератор, и не думаю то, что всё будет так просто, и... Что за фигня, почему меня просто так убивают? Я же в форме офицера, я ничем не занимаюсь незаконным, просто летаю по крышам, вот и всё. Не знаю, чего я тупил раньше, в итоге, спустя просто ну очень-очень и очень мата, мы готовы провернуть этот побег. И смотрите, как он должен выглядеть. У нас хоть и ломается моя решётка, но ничего страшного, надеемся на то, что сегодня нас не проверяют. И надеемся, что тому офицеру не перейдёт в голову за пристиль ко мне в камеру. Очень много навесных переправ, но ничего страшного, мы уже оказываемся буквально у генератора. Мы этот генератор отключаем, и... Я не знаю почему, но это именно та карта, которая меня ну очень сильно бесит, и просто меня отсюда на отпускать не хочет. Сколько было фейлов, и в принципе это сами уже всё видите, хотя возможно я что-то и вырежу. Но реально фейлов было не один, не два, и не три, надеюсь в этот раз уже всё обойдётся. Мы спускаемся вниз, и спуститься вниз почему-то нельзя. Окей, тогда мы спрыгиваем, слава богу мы нигде не оказываемся, и две решётки. Вот меня немножко смущает тот офицер, который прям только что тут ходил. Ребят, вы издеваетесь что ли? Это ещё один фейл, потому что мне нужны кусачки немножко получше, чем эти. Этими кусачками я даже не смогу сломать даже одну решётку. Это, ребят, жесть какая-то. Это очень много фейлов на одной карте, очень много. Это не только самая боговная карта за последнее время, но и самая сложная чисто для меня, потому что побег... Блин, ну это просто какой-то нереальный... Это не только самая боговная карта за последнее время, но и самая сложная лично для меня. Ну не могу я отсюда сбежать, ребят, это полнейшая жесть. И чувствую, я сейчас подорвусь на мини, или ещё что-то случится, или у меня вообще вылетит The Escapist, потому что, ну, быть этого не может, это свершилось, и мы сбежали с такой, на первый взгляд, капец какой лёгкой карты. На этом у меня всё, ребят, эту карту вы сможете скачать в нашей группе ВКонтакте. Ставьте лайк, если вам понравилось это шоу, и пишите обязательно свои комментарии. Удачи вам и до новых встреч на моём канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok